А теперь мы прослушаем доклад профессора университета Комплутенция из Мадрида, господина Виктора Сантиусте, о современной психологии в Испании. А теперь мы настроили технику, просим прощения. И мы начнем сначала. Итак, я приехал сюда с темой о развитии психологической науки в Испании. Психология в Испании является такой дисциплиной, которая за последние годы очень быстро развивалась и очень успешно развивалась. И большинство университетов Испании, конечно же, имеют психологические факультеты. Более ста университетов. Более того, обучение дистантное, заочное тоже предполагает психологические дисциплины. Курсы и, на самом деле, диплом по психологии. Второе, что хотел сказать, это... Это откуда же пошла психологическая наука? Какова ее основа? Об этом много говорилось. Есть прекрасная книга, изданная в 70-е годы. Ее написал профессор Карпинтеро. И эта книга, и мой собственный опыт, и все это вместе позволяют мне делать следующие выводы. Психология в Испании прошла через три этапа развития. Первый, изначальный этап, можно было бы назвать теоретической психологией. На самом деле она не была такой уж теоретической. Она была пронизана схоластикой. Конечно, ее теоретическая база до сих пор сохраняет свою актуальность. Но я хотела бы назвать некоторые имена. Хуан Луис Бивес. Это 16 век. Это психолог-схоласт. Он практически занимался и практикой. И также хочу назвать имя Дуарте де Сан-Хуана. Это очень известное имя. И мы, вот мой коллега и я, внимательно изучали его труды. Речь идет о исследовании способностей к занятию наукой. И уже давно, в 70-е годы, я начал заниматься теориями профессора Анчевского. И одна из его работ... В одной из его работ речь шла о картезианских размышлениях. И вторая часть, второй период – это экспериментальная психология. Она связана, в первую очередь, с комплексом знаний, которые копировались и заимствовались у европейской традиции. Когда в начале прошлого века, где-то в 1905 году, появилась модель. На самом деле, она началась еще раньше. Она появилась еще раньше. Это профессор Бунт ее предложил. В Испании у нас не было профессора Бунта. Но были люди, которые занимались подобными вещами. Например, Сантьяло, Рамон и Кахаль. И это второй момент, на котором я хотел бы остановиться. И я нашел много имен, которые разрабатывали некий пассивизм в науке. Они основывают две удивительные школы – в Мадриде и в Барселоне. И третий момент, который я хотел бы осветить, связан с более современными исследованиями, основанными на предыдущих. Есть одна школа. Она появилась во втором, третьем десятилетии прошлого века. Ее основали ученики Рамона и Кахала. Профессор Хосе Дермен и Хосе Майярт. И еще несколько авторов, которые разрабатывали эту психологию в Испании. Это аппликативная, то есть прикладная психология. На самом деле, психологи разрабатывали положения, которые могли бы быть полезны в других областях знаний и в практике. Современная психология в Испании основывается именно на этих разработках профессора Дермена, также психологов-медиков. Это менее теоретически. Хосе Майярт, который основал журнал с практическим применением психологии. Сейчас я могу сказать, что все направления психологии развиваются в Испании. На всех факультетах. Во всех университетах есть психологические факультеты. И я хотел бы поговорить об одной дисциплине. Это образовательная психология. И здесь есть представители этой психологии. И я заканчиваю одним еще наблюдением. Это цитата, которые говорят о современном состоянии психологии. Это социальная наука. И в рейтинге дисциплин, которые мы называем социальными науками, она занимает третье место. На первой позиции – это право. На второй – экономические науки. И на третьем – психология. В некоторых университетах даже читаются курсы истории психологии. Да, на первом курсе читается история психологии. Причем будущим врачам, инженерам, экономистам. То есть на других факультетах. Я как раз говорю о том, о чем сегодня утром мы уже слышали. Конечно, психология должна помогать людям. В 1968 году появляется психология как отдельный факультет. И психология в тот момент, сейчас психология существует во всех школах и во всех образовательных центрах Испании. Психология сейчас, наука психологии сейчас открыла лаборатории во многих центрах. И нам позволяют проводить эксперименты. Хотя, конечно, врачи ограничивают область этих экспериментов. Спасибо большое за внимание. Быстро. Надо сказать, что понятно.